В викторине приняли участие ученики восьмых классов школ города, а также команда Дома детского творчества. В этот раз ребята представили на суд жюри собственные творческие номера, ответили на шесть блоков вопросов. После этого проявить свои знания и истории предстояло и капитанам команд. При подсчете баллов члены жюри долго не могли решить, кому же из участников отдать предпочтение. В итоге победу одержала команда школы номер три «Наследие». Игра была очень, не сказать, что сложная, но насыщенная разными аспектами. И мы очень много готовились. Мне кажется, мы выступили достойно и мне понравилось. Известное выражение «Никто не забыт и ничто не забыто» ветшает, если его не обновлять каждый год. Такие мероприятия позволяют это сделать. Самое главное значение конкурса – это, конечно же, поднять у детей память о том, что было. О войне, о каких-то особых событиях и так далее. О том, какое приняло в этой войне участие Смоленщина как родная земля. История – это не просто школьный предмет. Это наша гордость. Мы не можем стереть ошибки прошлых поколений, но можем извлечь из них много ценных уроков. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Кесна-ТВ.